доброго дня уважаемые слушатели школа все цветные грамоты и сегодня мы с вами поговорим вот о таком понятие как оракул вот если посмотреть современные словари то что под этим понимается это прорицатель то есть от урара говорить спрашивать может быть это как предсказание божества мы с вами рассмотрим это понятие с точки зрения все цветные грамоты расскажет соответственно что же это за такое и вот здесь мы сначала обратимся к латинскому латинской транскрипции от латинского урок улум есть вот поэтому мы сначала его рассмотрим это слово вот написано такими буквами уроку вот что нас первая буква ор ор орать и пахать и словом сия света есть это уже арьбой создавать на тверде пахатой словом создавать на тверде материализовать какие-то вещи то здесь мы честно немножко запишу вот смотрите вот она там мы видим букву ук которая вот так вот по направлению идет если мы отсюда посмотрим увидим это люди святозарного прошлого сюда приходят вот с опорой на справа на славно мужской жизни начала женская небесная и вот здесь идет опасив дитя если мы посмотрим сверти вот отсюда нам увидим знания которые будут знания вот и наверное твердеевого будущего вот так как у нас это буква образуется вот у нас мыслите и здесь это может по-разному быть потом восхождением дитя знание и далее образуется рыба либо измыслите мы можем сразу же к орбе да когда вот возвышение дитя уже в святозарное будущее происходит так то есть таким образом вот может происходить в в этом зависимости от ситуации уже вот и орала альба это очень великая сила и она связана с тем что вот славян а славяне это настоящие люди земли то есть славян именовали еще называющими то есть есть даже заповедь свято-русичи есть споры называющие вот спор это вот если мы по фиту вспомним вот мы еще выражение спорами рождается истинно здесь это не дрязги вот именно единяющие те кто духовно с плоти спорами поэтому спорами называют еще справа славных людей то вот буквы фитом не очень на как-то красиво и рисовала получается вот что вот она рейковость это духовно и плоти как большевики это а это кола акуловая берем и вот сейчас у нас это в общем то осталось называть но к сожалению сейчас поскольку сам скажем так справа славный человек сумма носит к сожалению придает свою разумность то есть наблюдаются процессы деградации задействованность мозга в районе трех процентов кто изучает грамма до того больше органа чувственность 33 которые должны работать работает там 5 это не всегда у всех все хорошо то со зрением сложности кого-то там слухом и так далее вот поэтому но вот этот вот этот как бы дар орать да то есть удар и называть что-то то есть давать имя давать жизнь может быть мы еще об этом поговорим потому что имя это тоже великая сила великая биокодировка с теми с теми задач как это отлицетворяется будете задачи с которыми приходит человек поэтому очень важно грамотно назвать человека как корабль назовешь так он и поплывет назывался груздем полизай в кузов вот вот это вот грамотное выражение поэтому и люди там животных называют а именно дают там друг другу клички то вот что то такое то есть это вот еще отголоски от тех способностей которые были у человека то есть вот орать и то есть это очень а мощная сила арьба очень мощная вот и получается орать и это посредством речи производить материальные объекты вот про речь уже есть у нас ролик мы соответственно я постараюсь здесь вот прикрепить поэтому все то есть арьба это очень мощная сила здесь она задействована то есть есть оракул что-то говорит то скорее всего это будет воплощено потому что это здесь действующий принцип дальше здесь при этом да вот арьба осуществляется солнце в речи реченьки то есть вот она ура и урала есть а перекуем мечи на орала выражение мы все знаем только не перекуем перья это приставка в родовании исконного поэтому пожалуйста посмотрите ролик грамотность речи перья это то что годово не исконного переделки перестройки перекройки перешивки это не здраво то есть человек жизнь строит сразу на бело без черновиков а вот поэтому это нужно учитывать и перья употреблять только вот к месту потому что есть совершенствование человек должен быть лучше сегодня быть лучше чем вчера чтобы завтра стать совершение совершение чем сегодня вот то есть одно дело совершенства то есть улучшение а переделка это уродовым того чтобы вот эти вот эти тонкие тонкости вот это различие нужно понимать и отсюда грамотно выстраивать свою речь в этом у нас конечно с этом большая работа вот ну с вами в этом пути движемся вы это слушаете мы это записываем и так она совместная работа осуществляется поэтому арба осуществляется вот это вот биоструктуры ра это мозг головы и вегетативный мозг крестец то здесь задействована вся биосистема человека вот уже солнышко этот человек является солнышком то есть речь его она чистая на лучезарной она правдивая поэтому соответственно а что еще здесь альба ведь это что здесь обобщение вот здесь о когда мы видим пола это и обобщение всегда с равнославной энергетики вот она зона справа на славе на то что у нас единая небо и землю и поэтами энергетики через антин тропику вот антитроп на мужское начало да вот это у нас дать это у нас женская с опоры на небесное женское начало и здесь вот таким образом восхождение идет мужского жизни начала женского и дать для того чтобы уже подготовить вот на снова сотворяемая космоса они уже сотворены как а вселенной чтобы были вселенной то есть вот то есть это уже вселенивание туда то есть это же создание живых объектов это очень мощный принцип и каким образом он действует то есть нужно человека чтобы была соответствующая биоструктура чтобы он мог орать и вот это вот солнечность дальше ангел сети ли с будущего то есть он своей солнечностью призывает ангела сеять или из будущего для чего для того чтобы люди люди небо могли вписаться в людей земли и призвать этим самым ангелизм то что то не вписались родился человечек да и призвать ангелизм но один из возможных вариантов расшифровки потому что здесь это же у нас и улица ула улица то есть арьба солнцем речи реченьки через что она осуществляется через призыв людей из будущего и соответственно через что через наше знание которые и мы этими знаниями вот звезда упала человек родился до призываем новое сюда вот чтобы звезда упал каким образом того чтобы каким образом чтобы вот вот эта звезда на вписал это вот эта взаимосвязь была людей небо людей земли то что вот эта женская жизни начала вот а для того чтобы призвать сюда пришел ангелизм пришел вот это латинская форма оракулу если выражение какого-то заканчивается на ум это скорее всего это латинские корни еще раз латинский язык это один из секторов единого всеосветного языка вот почему произошло разделение до всего их 147 почему произошло разделение как-то люди стали над нездравым смеяться то есть не устранять нездравое а над ним смеяться а что с нездравым и здравое нужно устранять отправлять на свой шесток дам уже с вами говорили что еды в трязгах темных вредов почивая гнездятся вот люди когда это стали видеть наблюдать стали смеяться над этим вот это затирикония появилась и тогда то есть аж о чем это то что люди уже стали терять свою разумность и 14 тысяч лет назад была золотая ну что значит золотая эра то есть у людей было полностью задействованы биоструктуры они восходили решали все восходили все вместе строили коллективный дух разум до восходили к следующей ступени вот а потом ну вот где-то в какой-то момент стали придавать заповедальность стали нарушать заповеди где-то пробралось зло где-то люди допустили зло да то есть что такое зло разрушение людского жизнестроя выжирание где-то вот стали ну не дорабатывать кто-то не захотел использовать свои способности а например к смещению пространстве а например привлекал для этого но вроде бы проще и вот таким образом постепенно как бы шло придавание своих способностей и возможностей то есть как бы упрощенчество такое поэтому вот нельзя этого допускать там у кого и люди с большими способностями такой небольшая ответственность и большие задачи по воплощению до этих способностей на отверстие и по развитию их чтобы они восходили и совершенствовали вот поэтому здесь вот это очень важно и отсюда вот почему на разделение на настей потому что таким образом люди стали придавать разумность они уже не могли удерживать весь сектор знаний которые им был дан вот единый язык тогда еще письменности не было письменность вот мы знаем там примерно 70 тысяч лет назад появилась письменность тогда было не нужно письменность это уже на плоскости отображения да вот застопоренных во времени живых объектов тогда не это все видели видели эти спирали на сто процентов полмозг на действом даже больше органа чувством 33 поэтому они в полном мере действовали да вот если на современный язык там это какой-то автомобиль очень мощным двигателем вот и он его наполнились используя есть такие дороги и вот ездят на этом автомобиле на полную дорогу на на полную их скорость на полную полностью задействована мощность этого автомобиля а если мы возьмем сейчас то если в пробках этот автомобиль стоит он чахнет начинает и так далее но вот такое очень конечно утрированная грубое представление чтобы понимали чтобы люди постепенно стали придавать не захотели они вот на максимуме ездить это сложно это задействовать свои возможности способности ну они вот как бы решили проще и вот постепенно появилась вот это издевательство такой смешки вот смех над нездравым а нездравое нужно устранять нездравое нужно искоренять его нужно обличать вот еще раз еды в дрязгах темных рядов почивает везде значит в темные темные места в темные закоулочки какие-то так в темных надо подсветить туда повесить лампочку и там того уже не будет а что значит повесить лампочку так вот арьба солнечностью осветить показать это люди что вот здесь это не здраво что вот так нельзя делать и этого чтобы не было то есть нужно устранять отправлять зелона свой шесток чтобы она восходила все же вы должно восходить они живого не существует неживое это то что только технократия у нас есть то что без человека без его участия жить не может а тот же автомобиль это человек его там называет кто-то там ласточка кто-то еще как-то да ему часто там к технике обращаемся миленький там мой компьютер там но поработай еще вот мне надо это делать и часто техника откликается то есть частично мы ее как бы одухотворяем потому что она на энергетике человека действует то есть это все вот понимаете остатки тех способностей которые были они у нас есть мы просто не осознаем что это именно это а вот потому и тогда вот когда дождь божья все свет на увидел что люди тоже смеются над делом они его то есть они теряют эти способности они уже не могут удерживать весь сектор знаний поэтому было к сожалению лишь принято ну или так вынуждено было принято решение о разделении наностей то есть тоже надо понимать я так предполагаю что этот процесс он не сразу же а постепенно был и люди стали какие-то сектора сохранять поэтому латинский язык это лада латающий греческий господь рек до разговор с богами язык вот и так далее много возникает например у нас вопросов а ведь те языки которые вы там 14 тысяч лет назад этот процесс начался то вот например сейчас же много как бы утерянных языков поэтому вот какие из них истинные сектора сказать сложно но то что горел грец лата латающий и так далее вот это мы об этом и говорим поэтому часто и будем и обращаемся будем обращаться к этим корнем особенно касается здоровья человека вот органов частей тела человека потому что для того чтобы люди могли подлатывать свое здоровье возвращать себе эти способности человек же может себе восстанавливать свое тело на все органы восстанавливается все восстанавливается чек это имеет эту возможность сейчас это подутеряно подзабыто деградировано ну соответственно чек может это восстановить гирвец нам дал этот инструмент нам открыл эти буквы вот гирвец если кто не знает это тот кто принес уже не первый раз к нам на землю пришел вот с тем чтобы открыть нам эти знания их напомнить нам вот и для того чтобы люди восстанавливали свою разумность и спасали планету потому что планета уже много раз уже стояла на краю гибели уже на грани дезинтеграции прошло слишком много взяла и вот постоянно быть мы же препятствуем как бы развитию солнечной системы и галактики наши и вот мешаем мы другим исходить эти поэтому нужно нам дали этот возможность исправить эту ситуацию и мы делаем в школе вся светлая грамота мы стараемся делать все от нас возможное все что мы можем для того чтобы дальше нести эти знания которые дал гирвец то есть в основе того что мы даем лежат конечно же лекции гирвеца их можно найти они уже с таймингом сделано можно найти в группе вконтакте уже под каждым роликом сейчас будем ссылочки оставлять поэтому вот мы и еще стараемся обращаться к разным национальным языкам для того чтобы вот эту единую систему потихонечку устанавливать и показывать что корень то общие всех языков и это вот первотворцовый язык и это очень видно и заметно сейчас рассмотрим еще вот такой оракул здесь вы видите написание похоже на букву наш буква наш вот она а это у кого у и обратите внимание здесь вот интересно можно по поводу это буква немножко поговорить вот то есть мы с вами знаем что буква наш она образована из буква хер когда вот люди небо они идут на твердь и это уже будущее вот они они здесь такое смещение происходит а если здесь мы по этой же аналогии но буква лбу то есть хер это мужское ой хер это женское жизненачало вот а мужской жизненачало и если здесь по этому же принципу рассмотреть то вот у нас ук а люди земли вот они идут улица это предположение еще раз предположение для рассуждения о принципу аналогии оракул вот это уже написание дал ну дал его герец или нет это сложно сказать но в любом случае это под его контролем была сделана да вот и такая система то есть это для нашего внове единочество небесного и земного для нашего внове вот такую расшифровка приведена сейчас мы с вами еще поговорим здесь очень интересная система буква он но про нее можно вообще отдельно ролик создавать это процессонизация вида калаврячния вот мы здесь видим вот букова вита это участок ну уже только сконцентрированной вот она вот здесь уже идет концентрация вот здесь это мужской фактор вот он и здесь он уже намысливает дитя витавита мы еще знаем что это жизнь вот это вида и потом вот у нас есть вида и она же это вида потом поворачивается вот она по спирали идет видите вот если здесь она так вот и здесь она вот она уже здесь повернул такой виток спирали не очень красиво не очень понятно вот то что мы же вот идем по спирали вот не видно здесь вот мы идем по спирали то есть вот и здесь она вот дальше идет и она поворачивается то есть здесь мужской жизни начала но вот нам если вы это обобщает в эту деть все лучшее будущего женского начала то есть он это себя обобщает намысливает намысливает вот здесь мы вот видим мыслите букву и букву вот здесь нужно видеть и потом уже вот призывается и женское начало и через вот это намысленное он уже идет строительство вот это деть которая обобщает все лучшее светозарное мужского начала вот и таким образом строится жизнь вот это еще называется детевая дорога вот то есть это мы когда в спирали мы еще постоянно обобщаем и все все лучше здесь такое поэтому это вот принципы жизненности через что он то есть это через что то есть это действует он а если это он для нови ту будет она поэтому очень связано мужское женское тоже очень это интересная тема то есть он своей солнечностью то вот или жизнью да вот этой постоянной движущей силы когда идет рождение всего нового постоянно обобщая все лучше мужского и женского и постоянно вот это круговерть идет жизнь еще на это повороты жизни постоянное строительство жизни то есть рождение к всего лучшего нового мужика рима это концентрации всего лучше ведь он мужской обобщает и женское сюда вот призывает вот через эти повороты жизни до своей солнечностью своей биоструктуры своей вот мозгом головы вегетативным мозгом крестцом да он идет к вот к единению небесного и земного до для нашего вновь и для нового для построения но поэтому раку это то что он говорит о том что скорее всего будет потому что он участвует в этом строительстве он участвует еще понимаете как бы в тонком плане и потом это будет реализовать и то есть это будет реализовано поэтому раку это не тот кто просто скорее всего предсказа а тот кто участвует в жизни строительстве вот если взять но такой пример но сами подумайте проверенным или нет ну например архитектор да вот ему дали задание спроектировать какой-то дом он уже вы спросите у него в голове он уже есть поэтому он уже может рассказывать а как там будет то 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 и об этом людям говорить и им людям это может сказать что это как бы предсказание архитектор он же знает что это так и будет вот следить за стройкой так далее до будущем много вариантов могут быть внесены какие-то коррективы вот но вот поэтому предсказание они с какой-то точностью сбывайте потому что будущее она уже формируется мы его сейчас формируем и своим мышлением мышление материя будущего то есть это уже план материя сотворение вот она здесь мыслите есть посмотрите вот она мыслите а вот жизнестрой вот надеюсь другим вот так цвет вот тут вот они здесь есть и это постоянно идет работа то есть то что мы нам还 делаем в реализуют жизни строя реализует жизни строя мы абобычая весь наш опыт того что может сделали нашей жизни на дверье и мы намысливаем следующий вот она дальше то что мы еще лучше на мыслило это снова реализуют то что вы реализовали мы обобщаем делаем выводы идем дальше вот они повороты жизни таким образом мы нарабатываем свою биосистему мы нарабатываем свою мозговитость, свои энергоцентры начинают работать. Таким образом у нас что? Пробуждается наша разумность. Мы постоянно, потому что здесь мыслите. Мы ее таким действием пробуждаем. Еще раз речь идет о здравом. Ребят, вот о здравом идет. То есть, когда человек направлен у него все на восхождение, его мысли на восхождение. Да, он как бы может ошибаться. Но ошибки-то, да, что у него побудительным мотивом, а что у него намерение. Доброе оно или злое намерение мы тоже с вами недавно рассматриваем. Вот. Поэтому еще раз, то, что на есть добрый посыл у него, восхождение, тогда вот такая ощущается деятельность и наработка. И тут же пробуждение его чувств. И это ведет к новому. То есть, он уже призывает людей будущего, он сеет разумность в настоящем, основываясь на своих знаниях, в прошлом. Вот знания. Ведь мышления рождают знания. Вот они, знания. и люди будущего здесь. И вот знания небесные. То есть, он своими знаниями единяется со знаниями небесными. Ну и людьми. Людьми неба единяется с людьми земли. Это новый наш. Да, то есть, это новое качество, это восхождение. Здесь вот знания. В наш люди. А здесь знания. Так, вот здесь вот я подправила, заметила, что видите, была левая спираль. Вот обратите внимание, вот так должно быть. То, что это буквы нет в шрифтах. Ну и пока я делала вот таким образом. Поэтому вот обратите внимание обязательно. Везде правая спираль, левая. Это разрушительное. Поэтому не должно быть. И хорошее упражнение по развитию мозговидности это определение, какая спираль правая, какая левая. Вот это тоже можно тренироваться. Поэтому это, конечно, в основе построения букв, в основе жизни лежит правая спираль. Поэтому очень хорошо нужно понимать, какая спираль. правая в буквах это видеть, отслеживать. Здесь вот у нас единение с женским жизненачалом в знаниях. Да, и в небесных знаниях тоже женским началом. А мужским началом, если мы это в людях, посмотрим в людях. То есть вот такое интересно здесь принцип угол. Поэтому мы читаем сначала ух, а потом л. то наш, в принципе, я думаю, что можно читать как лу. Лу. Сейчас сначала лу, потом у. Ну, вот такого не видела. В принципе, вот такой есть. Поэтому тот, кто-то, кто-то по оракулу, да тут тост, участвует в жизни строительства, строительстве лучшего, да, новой улицы, улы. Да, он это создает, он это создает, создает том, орать, да, он строит эту жизнь, свое мышление. И, соответственно, он это и реализует на практике, но на практике может быть уже какие-то другие силы. Вот поэтому то есть оракул, это не просто предсказатель, это действующая сила, очень мощная, тот, кто может влиять на будущее. Поэтому и именно предсказание божества, божества, есть так много, это оракул, вот, и от урара, да, то есть это говорить, вот, поэтому человек говорит, и его речь, она действует на ситуацию, то есть он своей речью, он сотворяет будущее. Поэтому здесь вот оракул, скорее всего, ну, вряд ли, вот, говорить о плохом, как бы, нездравом будущем, очень опасно, потому что бы его, чтобы оно не сбывалось. Поэтому здесь, вот, как бы, эти несчастливые предсказания, очень аккуратно надо с этим. Вот это такая система оракул. Мы с вами рассмотрели, приблизились к ее рассмотрению. Вот. Здесь обязательно у себя исправьте, если кто-то писали, правую спираль поставьте. Поэтому, вот, ну, на сегодня мы с вами закончим. Спасибо вам за внимание. Вот. И успехов вам. восхождение, освоение всеследной грамоты. Знание всего обо всем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok